Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала! С вами я, Луни Бой, и за мной охотится Голем. Ещё с прошлой серии. Он никак меня не простит. Чувак, ну давай договоримся, я тебя уволяю. Ну хватит уже бузеть на меня. Что я тебе такого сделал? Просто ударил один раз, а ты уже быкуешь на меня. Ой, блин, эти Големы, конечно, их вообще никак не исправишь и никак не поменяешь их логику и сознание. Всё, валим от него. Посиди немножко в домике, подождём. Я пока вам расскажу план на эту серию. Так, о, привет, братишка. Ты уже в окошко меня палишь, да? Здорово. Короче, мы сегодня с вами будем перестраивать портал ВАД. Вы могли уже догадаться по превьюшке. Мы с вами постараемся его переделать, во-первых, потому что нынешний ад меня не очень мой устраивает. Я сейчас чисто давайте в творческий мир перейду, чтобы Голем на меня не агрился. Так, давайте поменяем мир на творческий. Всё, возвращаемся обратно в наш мирочек. Короче, в чём проблема? Давайте я сейчас подлечу. Так, надо как-то вырваться из лап этого Голема. О, он вроде перестал на меня агриться, когда я в творческий пришёл. В чём проблема? У нас ад, как видите, вот он. Это ещё старый мой самый первый портал, который, как видите, я огородил просто бестолковейшим образом. Всё ради того, чтобы туда не залетали жители, потому что они очень часто любили телепортироваться в ад. Сейчас я вам покажу, что вообще в аду творится тут. Ой, ну тут вроде... Не, нормально, не слишком темно. Я думаю, вам и так всё видно. Короче, у меня одно время здесь было столько жителей, вы представить себе не можете. Они все сбегали от меня и уходили в ад. Не знаю, зачем им это было нужно, но вот я таким образом загородил портал, и больше сюда никто из жителей не пробирался. Сейчас я предлагаю вам переделать этот портал, сделать его безопасным, сделать его более красивым, а не вот это вот всё. И переделать его мы, наверное, сейчас отправимся на старое наше местечко. Давайте сейчас я деревья зачищу тут быстро. Оп-оп-оп. Всё, минус одно дерево. Давайте минус второе дерево сделаем. Фу, всё, вроде как избавился от тех деревьев, которые нам здесь мешали. И сейчас, слушайте, что нам надо сделать? Во-первых, немного выровнять местность, потому что я тут чётко накосячил, когда ломал деревья. Чёточку сломал больше, чем нужно. Так, вот эти блоки надо тоже заменить. Они не очень красиво смотрятся. Так, реклама мне не нужна. А ну, уходи. Нам по-любому, конечно, придётся заменять потом эти блоки, скорее всего, адским блоком. Я пока не уверен. Но давайте хотя бы я какую-то начальную фазу здесь налажу по уровню, чтобы здесь всё более-менее идентично было. И давайте, оп-оп, добавляем ещё немножко травушки-муравушки. И вот тут тоже надо бы добавить ещё примерно один слой, получается, травы. Так, давайте ещё вот здесь, наверное, закроем всё. Хорошо. Смотрите, у нас вроде как появилась кое-какая площадочка, которую мы сейчас сможем с вами воспользоваться и на которой мы с вами сможем поставить портал в ад. Но, опять-таки, надо сейчас посмотреть. Так, что-то у меня кнопочка вверх не работает. Во, всё, полетел вверх. Надо посмотреть, как именно мы здесь расположим сейчас портал в ад. У нас по-любому должен быть вот здесь вот проход, вот в эту сторону вести к адскому миру. Поэтому мы сейчас ещё вот тут слой добавляем. Хорошо. И ведём его вот так вот. Здесь у нас, если что, потом будет дорожка, и мы её проведём к аду. Так, раз-два, раз-два, всё готово. И вот тут тоже чуть-чуть добавим немного побольше травушки. Во, хорошо. Так, что мы делаем дальше? Нам сейчас надо набрать блоков. Причём не обычных блоков, а адских. Во-первых, нам пригодится адский кирпич. Вообще, в любом его виде адский камень нам тоже пригодится. Так, песок душ можно взять. Так, чисто на вскидочку. Адский кирпич взяли. Надо взять ещё забор из адского кирпича. Я помню, он по-любому где-то здесь находился. Во. Да, забор из адского кирпича у нас тоже доступен. Можем взять ещё немножко адских наростов. Они нам пригодятся для декораций. С ними будет немножко поинтереснее смотреться вся вот эта вот фигня наша. Так, это что? Ну вот, адский нарост я нашёл. Так, и надо бы ещё найти свечащийся камень. Ну вот чё-то... Чё-то я его как-то не особо вижу пока что. Так, ну вроде как всё. Всё, что нужно, я себе добыл в инвентарь. Я ещё решил добавить немножко редстоунчика и красных ковриков. Думаю, что они тоже неплохо будут зачитаться. Так, теперь думаем, как нам размещать наше пространство. Для начала, блин... Ай, самое основное-то я забыл. Надо обсидин ещё взять. Во. Для начала давайте сделаем разметку, где у нас будет стоять портал. Так, давайте ломаем факелочек. Ставим раз-два, три-четыре. Раз-два. Так, почему у меня кнопка вверх не работает? Так, дайте я её настрою быстренько. А то это вообще не дело. Она должна работать, но она не работает. Вот, теперь должна работать. Ctrl, Shift, всё работает. Хорошо. Так, теперь поднимаемся и выставляем портал. Так, вроде как он нормальных, адекватных размеров. Следующее, что мы делаем. Убираем вот эти вот части и добавляем вместо них светящийся камень. Причём надо добавить, чтобы он везде одинаково стоял. Но у меня что-то не получается. Так, может так получится? Нет. А почему? Очень странно. То есть он ставится абсолютно другой стороной. Тьфу. Да как это работает? Ладно. Вот тут нормально поставился, а здесь не хочет, зараза. Вот он берёт просто и специально ставится боком. О боже. Ай, ладно, короче, и так сойдёт. Так что давайте вот здесь тоже убираем блоки. Раз, два. Здесь, кстати, нормально поставились. Вот только один блок у меня теперь косячный. Не хочет он вниз ставиться почему-то. Давайте мы попробуем ему какую-то вот такую вот ловушку сделать, в которую он не сможет поставиться никаким другим образом. Не, не хочет он. Я просто на все части тыкаю, он всё равно ставится таким образом. Ладно. Короче, кто знает в комментариях, почему так происходит, напишите. Я, может, это исправлю как-нибудь потом. Дальше что мы делаем? Зажигалку мы, правда, с вами сейчас не сможем найти, но это и не так важно. Сейчас мы вырезаем здесь немного травы. Ну как немного? Достаточно много травы. Так, ребят, может вы не будете здесь мешаться? Может вы все разойдётесь там по своим местам, углам, или куда вы там бегаете обычно, когда я что-либо строю? Так, оп, делаем здесь небольшой участочек. Добавляем сюда ещё немножко адского камня. Короче, портал у нас получится прям вообще бомбезный, классный. Даже лучше, чем был у нас до этого. И, кстати, если у вас возникают вопросы, почему я уже которую серию подряд играю в творческом мире, это всё потому, что у меня удалился мир. Я его сейчас восстанавливаю вот таким образом с разрешения подписчиков. И потом в дальнейшем, когда я уже дострою этот мир, ну, доведу его до того образа и понимания, которым он был до того, как у меня всё удалилось, я выложу вам сейв. То есть вы сможете сами поиграть на моём сохранении и попробовать там всякие разные штуки построить вместо меня уже. Так, давайте сейчас ещё вот сюда добавим. Причём я даже возьму и выпущу отдельный видеоролик, в котором будет всё понятно объяснено и рассказано, как именно поиграть вместе со мной в этом мире. То есть не именно со мной, а вместо меня. Вот так будет правильнее даже сказать. Давайте сюда немножко отского нароста добавим. Вот так вот. Здесь пускай кровушка идёт такая, типа... Не, она как-то не очень смотрится. Мне почему-то казалось, что редстоун гораздо красивее будет смотреться в Локи Крафте, а он вообще идёт как-то, ну, очень стрёмно. Так что ладно, редстоун добавлять не будем. Я не могу понять, темнеет или нет. Да, темнеет. Давайте я сейчас кое-что сделаю, чтобы у нас ночи не было. Это, кстати, очень прикольная опция. Вот, ставим вот здесь галочку «Всегда день» и можем играть в Локи Крафт с постоянным днём. Это очень круто. Так, теперь надо подумать, куда адский кирпич воткнуть. Даже не знаю. Может, просто вот так что-то наклепаем тут, просто чтобы где-то адский кирпич был. Во. Вот так, думаю, нормально будет. Можем ещё вот здесь что-то понадобавлять такого, чтобы портал смотрелся более внушительно. Так, сюда. Полублоки, кстати, ещё можно добавить. Только, наверное, вместо обсидиана в этот раз уже. Давайте возьмём... Во, кирпичные полублоки. Во-во-во-во, вообще классно сейчас получится у нас всё. Будет очень страшный, очень стрёмный портал. Такой необычный и интересный. Так, сюда добавляем немножко полублоков. Сюда можем добавить что-либо. Так, здесь как-то надо... Вот сюда добавить, наверное, блок 1. Сюда можем сделать. Во, уже какая-то более-менее стрёмная фигня у нас начинает вырисовываться. Так, можем даже ещё вот тут вот так вот сделать. Не, как-то не очень. Давайте уберём. Так, отлично. Теперь коврики. Где можем, там добавляем. Где хотим, там и делаем их, чтобы они немножко разбавили обстановочку здесь. Чтобы всё не так однообразно и скучно смотрелось, как это выглядеть может. Так, вот сюда ещё добавим блок. И добавляем сюда коврик. А, ну да, сюда они поставятся. Там полублок. Здесь можем. Здесь бахнем. Так, куда ещё? Вот сюда можем. Чуточку повыше вот тут можно вообще всю вот эту часть верхнюю ковриками закрыть. Отличненько. Так, и уже какая-то такая громоздкая фигня у нас начинает вырисовываться. Так, идём дальше. Нам надо полностью избавиться от травы. Она нам здесь абсолютно не нужна. Потому что это всё-таки как частичка адского биома. И если в нём будет находиться трава, это будет немного странно. Так что да, это мы тоже с вами исправляем. Вот здесь добавим песок-душ. Три адских нароста пускай тут будет расти. Так, можем даже сюда немножко добавить кирпичных блоков. Чтобы на земле они тоже были. Чтобы казалось, что кирпич немного переходит в землюшку. Так, сюда добавляем. Сюда. Сюда. О! Уже что-то вырисовывается. Так, здесь тоже добавим. И можем даже, наверное, где-то заборинки повыставлять. Вот так вот аккуратненько. Чтобы они не сильно мешались. Потому что мне ещё здесь ходить придётся. И да, если они будут мешаться, это будет немножко не круто. Так, теперь давайте возьмём зажигалочку. Зажигалку возьмём вместо песка-душ. Он мне уже точно по-любому не пригодится. И зажжём. А, хотя не, пока рано, пока рано. Сейчас у меня вон голем телепортируется. Оно мне надо. Давайте мы сначала забор вокруг всей нашей постройки выставим. Чтобы у нас никто на эту территорию не мог пробраться, кроме нас с вами. Так, давайте вот так сделаем. Забор не обязательно должен быть какой-то симметричный или что-то наподобие. Главное, чтобы он полностью закрывал всю вот эту вот площадку с нашим телепортом в ад. Так, нет. Ребят, ну вы имейте совесть. Вот ты-то что тут делаешь? Мелкий носатый, уходи. Тебе здесь не рады. Давай, валей. Топай, топай, топай. Вместе с големами уходи отсюда. Так, голема теперь надо прогнать. Дружище, тебе пора. Давай, оп. Вылетаем отсюда. Вон на забор залез, вы прикиньте. Вот это вообще бесстрашный голем. Так, ты давай тоже иди лесом отсюда. Он меня толкает, вы представляете? Какой жесткий голем. Ну-ка, пошел отсюда. О, все, отлично. Закрываем, закрываем, закрываем. Все, 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 все. Никто не пройдет. Это моя территория отныне. Так, дальше мы что делаем? Добавляем сюда вот эти блоки. Мы сейчас всю вот эту вот поверхность закроем адским кирпичом и адским булыжником. Так, стой. Не вздумайте пройти. Я вас не пропущу. Это мой мир. Это мой ад. Я вам там не рад буду, если вы туда вдруг каким-то образом попытаетесь проникнуть. Все. Закрываем это все дело. Так, раз-два, раз-два. О, готово. Все. Хоть немножко, хоть чуть-чуть, но ад мы с вами закрыли, запретили для жителей. Вот это, кстати, сломать надо как-то не очень смотрится. Так, наверное, даже здесь можно было бы что-то подломать. Мне не нравятся вот эти вот полублоки. Точнее, цельные блоки. Здесь лучше будут смотреться полублоки. И, да, наверное, поставим их как-то так. А второй у нас будет вот тут. Во. И можно сюда коврики воткнуть. Отлично будет. Так, что дальше мы делаем? Дальше можно верхушку вот эту чуть-чуть исправить. Вот совсем чуть-чуть. Она мне не нравится, когда она так выглядит. Стремненько. Во. Вот так уже получше. Так, сюда коврик мы воткнуть не можем. Но хоть что-то. Хоть как-то. Хоть что-то получилось. Мне кажется. Во. Да, сойдет. Сойдет. Отлично. Тяк. Портал такой стрёмный у нас вообще, блин. Ну, это так и подобает выглядеть адскому порталу. Он, в принципе, должен быть стрёмным. Сейчас нам надо всю вот эту траву заменить на адский камень. Чтобы у нас здесь везде был адский камень. Так, давайте. Оп-оп-оп. Ломаем это все. У меня тут, кстати, еще... Ты как залез сюда? Ах ты, читер. А ну пошел отсюда. Если он сейчас залезет сюда в забор, это будет такая проблема? Так, пошел отсюда гаденыш такой. Возорить на него. Он реально хочет в ад, походу. Давай-давай, вали-вали отсюда. Блин, а. Все, пошел отсюда. Все. Минус голем. Так, добавляем сюда блоки. О, прыгает, скачет, крутится. Вад хочешь, да? Не-не-не, я туда никого не пущу. Так, теперь вот здесь добавляем еще блоков. Так, хорошо. Раз-два. И вот сюда тоже добавляем блоки. Вот уже что-то у нас начинает вырисовываться. Сейчас я быстренько доделаю вот эту часть всю. Закрою ее каменным, точнее адским кирпичом. Адским камнем, точнее. И вернусь к вам. Так, ну вроде как я всю поверхность покрыл адским камнем. Вдобавок еще где мог, подобавлял полублоков вот таких вот интересных. У нас тут есть адский нарост и всякие разные другие места, которые прикольно процветают. И смотрите, какой у нас интересный заход в этот адский портал. То есть мы таки идем, ля-ля-ля, тополя. Жители здесь пройти никак не смогут. Здесь нет калитки, здесь нет прохода. Как бы вся территория огорождена вот таким забором. А мы просто подходим к вот этому месту. У нас срабатывает автопрыжок. Мы запрыгиваем на забор, получается. И спокойно проникаем вовнутрь. И можем брать, спокойно даже телепортироваться. Точно так же выходим абсолютно. Вот, как бы идеальная схема. Жители туда не проберутся. В ад они никаким образом не попадут. И у нас вот такой вот красивый портал. Вот такое вот красивое местечко появилось на деревне. Даже круче, чем было до этого на самом деле. Так, давайте сейчас кое-что сделаем. Так, реклама. Отстань. Во, включим наш портал. Как видите, даже с учетом того, что здесь все так загармождено, все прекрасно и красиво работает. И сейчас мне надо еще немного глоустоуна себе скрафтить. Я не знаю, почему я не могу его найти в крафтах. Давайте я его добавлю вместо редстоуна. И мы будем сейчас мутить всякие разные интересные фонари здесь. Так, раз, два, три. Нет, не получилось. Так, во. И бахаем тут фонарик. Вот такой вот. Не, он что-то как-то не очень смотрится. Надо его сверху расположить, наверное. Во. И добавим вот такие вот штуки по краям. Вдруг они как-то будут выразительно смотреться. Да, кстати, смотрится достаточно неплохо. Хотя я бы расположил это немножко пониже. Но уже как бы без разницы. Здесь добавим обычный фонарик. Вот такой вот. Где-то с этой стороны у меня есть заборники? Да, тоже есть. Здесь тоже бахтим высокий фонарь. Ну, чисто потому, что можем. Так, сюда. А, блин, соединяется. Ну, ладно, значит, тут не будем соединять. Во, вот так оставим все. Отлично. И вот уже что-то у нас получилось такое интересное. Сюда добавим вот такие вот свечки. Ну, точнее, это не свечки. Это редстоун факелы. Но я думаю, они смотрятся достаточно прикольно. Можем себе позволить их добавить. Прямо какое угодно количество. Просто потому, что они классные. И они сочетаются с этой стилистикой всей ада и всего остального. Так, тут можем свечку воткнуть. Где-то будем обычные свечки ставить, где будет получаться. Что-то пока не особо нахожу места. Но вот тут можем свечку поставить обычную. Где-то вот здесь поставим свечку обычную. Слушайте, вот это я хочу убрать. Вот что-то обычную поставлю. Так намного лучше. Так, ну и думаю, что... Сюда сбоку можно добавить факел. Сюда можно добавить факел. Как-то вот сюда тоже бахнуть. Здесь, кстати, обычный факел будет смотреться лучше. Во! Все, думаю, что у нас уже, в принципе, портал в ад вполне закончен. Ну, то есть, смотрится он очень круто. Жалко, что вот тут мы ничего не можем такого интересного добавить. Если только вот так сделать. И раз, два. Во! Да, все. Думаю, хватит на этом наш портал. Как-то корячить и что-то в нем добавлять. Смотрите, как он выглядит сверху. Прикольно, классно. То есть, такой прям... Ох! Очень красный. Очень вызывающий внимание участок. Прям интересненький портал в ад. И отпускаемся вниз. Идем, телепортируемся в ад. Так, смотрим, куда нас телепортирует. Ага. Ну, слушайте, походу локация вообще не поменялась. До этого я абсолютно в этом же месте спавнился. Или нет? Нет, я где-то вот тут спавнился вроде. Хотя... Вообще не понимаю, если честно, поменялось ли что-то или нет. Возможно, портал предыдущий был где-то здесь. Но меня буквально на чуть-чуть блоков откинуло в другую сторону. Так что... Ну, думаю, что не особо критично, что... Так... Что? Аааа! Так вот оно что! Блин, я же этот портал не сломал. Поэтому, наверное, и не переместился тот портал. Ладно, это мы ломаем. Оно здесь нам вообще не пригодится нифига ни разу. До свидания, портал стрёмный. Да здравствует новый красивый. И сейчас давайте еще раз проверим, поменялось ли у нас место телепорта. Наверное, сейчас что-то поменяется. Нет? Слушайте, вообще абсолютно так же нас телепортируют в абсолютно то же самое место. Ну и возвращаемся мы... Куда? Возвращаемся мы тоже в то же самое место. Отлично. Хорошо. Хоть какую-то часть мы с вами закончили. Осталось доделать нам беседку. Тоже, наверное, в креативе ее сделаем быстренько. И вроде как все. Вроде как больше нечего нам здесь строить в креативке. Будем возвращаться к обычному прохождению Локи Крафта. А так, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что с вами был я, ваш Луни Бой. Не забывайте подписываться на канал. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok